Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Мэр Архангельска одобрил установку памятника Сталину в парке жертвам репрессии. В Рязанской области во время погони за Зайцем погиб полицейский и глава Крыма предложил переименовать Украину в Россию. В четверг дневной разворот стартует традиционно с обычных новостных заголовков, правда с легкой ноткой нелепости, наверное. Но в ближайшие два часа на волне 101.0 FM будем мы, Александр Рассохин и Светлана Удельная. Всем здравствуйте, давал на 101.0 FM. Слушатели, заходите к нам на сайт и хакирову.ру, там у нас радио и видеотрансляция тоже имеется. В 12.30, как всегда, у нас будет викторийная история создания. Владимир Сметанин уже подготовил, я уверена, интересную историческую загадку, связанную с нашим городом. В эфире загадает, слушатели, ваша задача будет до нас дозвониться и дать правильный ответ. Ну, перед этим, перед викториной нас ждет, мы ждем в гостях Михаила Конышева, это депутат ЗАГС Собрания Кировской области. По его инициативе начался в Кирове сбор подписей за возвращение летнего времени. Вновь очередной раз поднимается эта тема, обсудим ее во втором части. Ну, а сейчас первая тема – система взымания платы из большегрузов за проезд по федеральным трассам Платон. Изменения и первые результаты работы в Кировской области. Все мы помним, как в ноябре активно мусорилась эта тема и по федеральным каналам, и по региональным. Когда власти решили ввести плату с большегрузов, если их вес больше 10 тонн, они обязаны были платить за каждый километр пройденной дороги по федеральным трассам. Вот с 15 ноября это составило рубль 53. С 1 марта планировалось увеличить плату до 3 рублей 6 копеек. Ну, вот здесь произошли некоторые изменения, об этом мы сегодня поговорим. А с 2019 года, с 1 января, уже 3 рубля 73 копейки. Ну, и активно дальнобойщики выступали против, проводили акции протеста и в Москве, и по всей стране, в принципе. Ну, и оператором была выбрана компания «РТ Инвест Транспортная Система». И у нас в гостях сейчас как раз-таки руководитель Приволжского филиала компании Наталья Соболева. Наталья, здравствуйте. Здравствуйте. И коммерческий директор Приволжского филиала Анна Цыплова. Добрый день. Здравствуйте. Слушатели, 211-101, наш номер телефона. Как всегда, мы работаем в прямом эфире. Сегодня такая тема. Вы можете к нам звонить, задавать вопросы. И также у нас на сайте по этой теме опрос. Ведение платы за проезд по федеральным трассам для большегрузов. Поддерживайте, не поддерживайте, или, в общем-то, вам все равно. Такой же опрос у нас на страничке ВКонтакте. Ну, вот мы помним, что в ноябре активно проходили акции протеста. Дальнобойщики были против. Но вот здесь недавно Всероссийский центр общественного мнения собирал мнение по поводу как раз-таки системы Платон. Так вот и большинство автолюбителей и существенная доля коммерческих перевозчиков считают справедливым принцип, кто портит дороги, тот и платит. Вот я забыл как раз-таки указать, почему эту плату-то и вводят. Потому что власти считают, что большегрузы портят покрытие дорожное, и поэтому они должны платить, чтобы ремонтировалось. Ну и, собственно говоря, большинство владельцев легковых автомобилей считают справедливым введение платы для тех, кто использует дорогу для зарабатывания денег. Большинство автолюбителей, 62% и представителей бизнеса, 60% считают, что введение системы взаимания платы за пользование дороги, в принципе, необходимо. А что касается отношения к системе Платон, значительная часть опрошенных во всех группах считает, что внедрение системы приводит к улучшению состояния дорог. Правда, лишь 16% из них это дальнобойщики. Владельцы легковых автомобилей проявляют намного большую лояльность системы, 40%, по сравнению с участниками рынка грузоперевозок. Такая информация, да. Ну что, я думаю, нужно все равно услышать какие-то цифры за вот эти несколько месяцев. Наталья, что по Приволжскому федеральному округу и по Кировской области, может быть? Ну, я думаю, что озвучим сначала федеральные цифры. С 15 ноября в системе зарегистрировано, в государственной системе взаимания платы Платон зарегистрировано 123 тысячи владельцев транспортных средств и более 650 тысяч транспортных средств непосредственно. Регистрацию в Кировской области прошли полторы тысячи владельцев транспортных средств и зарегистрировали свой автопарк в размере более 3300 машин. Более 95% крупных перевозчиков в Российской Федерации с автопарком от 50 машин также прошли успешную регистрацию, успешно пользуются всеми видами сервисов, которые предоставляет система. Дорожный фонд собран и перечислено порядка 4 миллиардов рублей. И по состоянию практически на сегодняшний день пользователи оформили более 4,5 миллионов маршрутных карт. Это 4 миллиарда? Это цифры по региону, по округу? Нет, это по стране. Учет ведется денежных средств по стране, так как федеральные дороги все-таки это федеральная единица учета, мы ведем учет по стране. Ну а можно ли сказать, сколько все-таки есть, ну вот по вашему мнению можно сказать, недобросовестных дальнобойщиков осталось еще кто не в системе? Смотрите, есть, наверное, статистика общероссийская, где говорится о том, что порядка миллиона 800 машин это грузоподъемностью более 12 тонн. Из них надо обязательно вычесть транспорт, который не взимается, с которого плата, это спецтехника, МЧС, военный транспорт. И также надо учитывать тот транспорт, который никогда федеральными дорогами не пользуется. Ну, карьерные краны, карьерные там самосвалы, которые работают непосредственно в карьерах, федерально не выезжают. Соответственно, по нашим данным порядка 65% регистрации уже прошли, то есть осталось 35%. Планировалось, что вот с 1 марта, совсем уже скоро, плата за проезд увеличится. Рубль 53 было, а планируется 3 рубля 6 копеек. Но, насколько я знаю, перед эфиром говорили, есть какие-то изменения, и, возможно, льготный период он будет продлен. Продлен, да. Правительство Российской Федерации решило рассмотреть этот вопрос по итогам работы системы 9 месяцев 2016 года, где она тогда определит уже процент повышения, либо не повышения вовсе данного тарифа на последующие периоды. Ну, то есть рубль 53 сейчас остается. И уже через 9 месяцев будет 3,06, или это как, будет обсуждаться? Это будет обсуждаться по итогам, да. Финансовые итоги, то есть посмотрят собираемость, посмотрят регистрируемость. Сейчас давайте пока эту тему обсудим с нашим слушателем. Он дозвонился до нас. Алло, здравствуйте. Алло. Да, здравствуйте. Как вас зовут? Илья Борисович. Так, Илья Борисович. Слушаем вас. Вот. Я, к сожалению, не запомнил, уважаемых дам, я прошу прощения, у меня буквально пару минут. Хотел вот сказать, что я о себе немного... Я зарегистрировался в октябре, работаю, проблем нет, у меня две машины, мы строим материалы, возим в основном по Приволжью. Вот. Мы тарифы у себя не поднимали после введения всего этого. В общем, мы с заказчиками работаем давно, друг друга не обижаем. Ну, нормально. Вот. Я бы хотел сказать нашим братьям вот по бизнесу, вот тем, кто вот сейчас вот ведется на все эти политические лозунги, что люди, которые говорят, они вообще к нашему бизнесу отношения не имеют. Они просто хотят попасть во власть за наш счет. Вот я работаю по закону, плачу свой взнос, и вот если еще отменят транспортный налог, будет вообще, ну, хорошо будет. И у меня вот вопрос, кто контролирует нарушителей, которые сейчас вот не платят, деньги зарабатывают, а еще и на площади стоят. Ну, вот, мое мнение просто, если бы все честно платили, то можно все оставить, и льготный период, я думаю, бы продлили. Ну, как-то так. Вот это мое мнение. Илья Борисович, скажите, пожалуйста, а вы перевозите, что, какой у вас товар? Я, у меня эти стройматериалы, господи, что, я что-то волнуюсь, простите, пожалуйста. Волнуйтесь. Скажите, вот у вас такое положительное отношение, оно изначально было, или вы сначала присматривались? Ну, знаете, я как, не могу сказать, что я прямо положительный. Я, вот я хочу, чтобы все было по правилам, по законам. То есть, да, мы ввели, и все работают, деньги собираются, и тогда мы говорим о том, что система работает. А если сейчас мы платим, эти не платят, дороги не ремонтируются, это туда-сюда, то есть, получается, нету порядка. И, ну, как бы, вот, и люди, которые хотят воспользоваться, они просто говорят, вот, дуют в уши нашему брату, что давай, давай, останавливайся, не плати. И, получается, то есть, мы и дороги, вроде как, не до конца ремонтируем, и эту систему не соблюдаем. В общем, такая атака. Илья Борисович, а коллеги-то ваши что говорят? Ну, знаете, у каждого ведь свое мнение. То есть, да, мы вот приняли для себя такое решение, вот, несколько наших, ой, господи, друзей. И, в целом, я не скажу, что мы довольны, вы знаете, рот до ушей, но, в целом, мы понимаем, что, зачем, ради чего, и мы хотим, чтобы так и было. И вопрос-то, вот, я говорю, мой вопрос именно в том, что, когда уже всех приведут к этому общему знаменателю, и когда мы перестанем быть, как эти белые вороны, что мы платим, а кто-то вот на этом, собственно говоря, зарабатывает больше, чем мы. Ну, как-то так. Ну, что, спасибо вам большое за звонок. 211-101, вы тоже нас сможете набирать. Поддерживаете ли Илью Борисовичу такое же ли у вас положительное отношение, либо есть вопросы, звоните к нам, от вас ответ. Так, ответ, наверное, прозвучит таким образом. Во-первых, вам спасибо за то, что вы зарегистрировались, и такой достаточно, ну, для нас это положительный отзыв о нашей работе, о работе наших сотрудников Приволжского федерального округа. Спасибо большое. Это удивительно, сколько мы делали эфиров, а их было достаточно большое количество по этой теме, ни одного такого звонка не было. То есть у всех было именно отношение негативное. И для меня вопрос, это у людей изменилось отношение или как? Я считаю, что в большей части, конечно, отношение к системе меняется. Во-первых, люди те, которые попробовали, зарегистрировались и попробовали работу самой системы, поняли, что ничего страшного нет. Была боязнь у многих дальнобойщиков, особенно у владельцев, у которых машины, там одна машина, у них была боязнь программы. Да, мы не умеем работать на компьютере, мы не умеем работать на программе. Нет, но все-таки согласитесь, что было недовольство в плане работы системы и все эти очереди перед филиалами. Очереди перед филиалами, я вот с вами полностью согласна, но при этом, причем, я стояла сама в офисах в Нижнем Новгороде и спрашивала людей, коллеги офисы, товарищи офисы работают со сентября месяца, они были пустые, вы все знали о том, что данная система вводится, вы не приходили раньше. Давайте вот, да, сейчас мы, это очень интересно, действительно, чего люди боялись, да, и какие были опасения, вот это чуть позднее оставим, а сейчас все-таки прозвучал вопрос от нашего слушателя. Смотрите, машины, 100 машин с системы мобильного контроля, в том числе в Киевской области одна, курсируют по федеральным трассам. Они стоят ежедневно, без выходных и праздничных дней, работают определенное количество часов на разных точках, то есть предугадать, где она будет стоять завтра, не знает, наверное, никто, даже мы, потому что задача приходит систематизированно с центра обработки данных. Ежедневно мы предоставляем, эти машины работают, предоставляют данные в наш центр обработки данных, и мы уже формируем пулы о возможных нарушениях, потому что мы не даем штрафы, мы их не выписываем, мы отправляем информацию в ГИБДД, которые принимают уже решение о выписывании, либо не выписывании постановления. Штраф, вообще-то, 5 тысяч. Штраф первоначальный 5 тысяч, повторный 10 тысяч. Я ошибаюсь, или вроде бы вводился какой-то срок, когда штрафы не выписываются? Нет, такого срока не было. Такого не было. А каким образом вообще происходит эта работа, маршрутные карты, специальные устройства, которые учитывают как раз расстояние? Да, возвращаясь к тому, чего действительно боялись и не знали, как с этим совсем работать. Ну, система, повторюсь, достаточно простая, вот повторяю, то есть если бы человек изначально зарегистрировался где-то в сентябре, в октябре, он уже давным-давно бы получил это бортовое устройство. Давайте для тех, кто не в теме, вот прям пошагово, как это все работает? Регистрация? Да. Регистрация. Заходим на сайт www.platon.ru или если в городе Кирове, идем в офис улицы Милицейская, дом 49. На сайте написан перечень документов, он вообще небольшой, необходимый для регистрации. Вообще это можно дома сделать на диване спокойно. Регистрация занимает, ну, максимум 10 минут. Там очень пошаговая, простая интерфейс, простой, доступный для всех. Все, регистрируетесь, получаете доступ и номер личного кабинета, заходите. Там в личном кабинете есть кнопка «Заявка на получение бортового устройства», то есть даже не надо ходить в офис писать заявление на получение бортового устройства. Оформляете, и до этого момента на своем личном кабинете оформляете маршрутную карту. Маршрутная карта. Совершенно простой инструмент, все тоже его боялись, но идеальный инструмент. Вы на карте выбираете точки, где вы едете. Маршрут. Маршрут. Сами составляйте себе маршрут. Было очень много опасений, вот я еду из Москвы в Владивосток, я вот там сломался, поломался и так далее. На что мы просто давали рекомендацию, либо делать несколько, дробить свой путь на несколько маршрутных карт. И если там уж сломался, поломался, отменять эту маршрутную карту. Система дает возможность отменить эту карту, в отличие от западных аналогов, где маршрутная карта была невозвратная. И едет, выбирает точки сам себе для Людовса, логистику, куда ему надо заехать, где ему надо разгрузиться, либо получить груз и едет. Все. Но помимо маршрутной карты, вот я опять, может быть, ошибаюсь, был же и другой способ как раз-таки регистрировать путь движения. Да, про него тоже расскажите. Бортовое устройство. Так. Бортовое устройство, это уже непосредственно тот инструмент, который позволяет, вот вставляют в прикуриватель элементы, они получают, ставят на, как называется? Перед собой. Перед собой ставят, да, на лобовое стекло, перед лобовым стеклом крепят и поехали. Оно само по себе автоматически будет ежедневно, считывая километраж, пройденный именно по федеральным дорогам, по графам, она вечером будет списывать деньги. Кто какой способ выбрал в процентном соотношении? Вы знаете, изначально был поднят ажиотаж и получение бортовых устройств, и только они всем были нужны непременно. Но когда вот эта волна сошла, и люди поняли, что, ну, по каким-то своим, наверное, причинам, что не всегда им нужно, чтобы запись велась постоянно, где они ездят и когда они есть, люди перешли на маршрутные карты спокойно. Поэтому сказать, что сейчас ажиотаж, выстраивание очередей за бортовыми, его нет. Маршрутные карты, да, 4,5 миллиона за такой короткий период маршрутных карт, это колоссальная, считаю, цифра. При этом бортовые, вот даже в том же самом Кирове, мы обеспечили, в принципе, практически все заявки ВТС, которые были поданы по разным каналам на получение бортовых. Вот сказать, чтобы их прямо разобрали, как горячие пирожки, не сказать. Люди идут постепенно, медленно получать. Никто не прибегает. Бортовые есть. Ну вот вы работаете каждый день с дальнобойщиками, с людьми. В ноябре какое было отношение сейчас? Что изменилось вообще? Ну, чем больше информированность людей, чем больше они понимают, как это все работает, зачем это работает, и на каком основании это работает, да, когда это все выходило, была очень маленькая информированность. И не понимали, как так, какой закон, показали закон, какое постановление, показали постановление. То есть вот этот эмоциональный фон, он очень заметно снизился. И более того, я вам скажу, что, наверное, это было время возможности для многих бизнесменов, начиная от крупного бизнеса, заканчивая там мелким бизнесом. В чем? В том, что пока кто-то там эмоционально негодовал и что-то, наверное, там терял свои заказы из-за своих принципиальных позиций, а другие просто развивали свой бизнес за счет этого. Ну вот все мы помним, опять же, эти акции протеста, и потом был какой-то промежуток, когда тишина, ничего не слышно. И вот сейчас последнее, скорее всего, в связи с 1 марта и с увеличением, которое планировалось, тарифа, стали снова появляться новости, что там на федеральном уровне, где-то в Москве, в Петербурге, снова собираются акции протеста. У нас же все равно, наверное, есть недовольные. То есть все равно до сих пор. Ну, если же недовольные всегда есть, везде во всем. Большое ли их количество вот осталось? Давайте вы уже подключайте к вашей беседе, да. Ну, начнем с того, что акции протеста не носят массовый характер, и вообще неизвестно, кто и против чего протестует, потому что там темы против капремонтов, против всего, и где-то там Платон, да, висит табличка на ком-то. Вот, поэтому эмоции однозначно схлынули. Сейчас люди то ли в силу Платона, то ли в силу причин каких-то иных выносят на обсуждение свои вопросы, негодования. Что касается именно отношений владельцев транспортных средств, которые адресованы лично нам, это то, что поступает в офис. Это те заявления, это те претензии, которых на сегодняшний момент минимальное количество. Это те устные высказывания, которые мы получаем. Ну, вот смело скажу, что процентов на 80-х меньше, чем это было там в ноябре, в декабре. Но на сегодняшний день что людей не устраивает? Вот эти претензии что? Что это? Где-то не разобрались, как оформить, не посчитали там количество. Это уже рабочие моменты. Ну, это технические, да. Да, то есть сейчас претензии те, которые есть, они носят технический характер. То есть вопрос не к нам с точки зрения целесообразности закона. Все по закону, да, операторы работают по закону, по соответствии с конституционным соглашениям. Поэтому все вопросы, которые еще остались у людей с точки зрения справедливого, несправедливого, но их, наверное, правильно адресовать ни оператору системы, ни сотрудникам этой компании. Ну, все-таки вот с технической точки зрения были жалобы, что система зависает, там вопросы по защите системы от взлома. А сейчас как это все дело? Ну, вы знаете, в ноябре были как-то кровевременные промежутки времени, когда что-то там немножко подвисало на несколько минут. Я могу сказать, что сама лично разбираю на сегодняшний момент претензии владельцев транспортных средств, связанных с работоспособностью системы. Большинство из них, 95%, это недостаточность настроек браузера. То есть элемент безопасности какой-то немножко не настроен на примитивном уровне. Сайт выходит не в том интерфейсе, в котором нужно, он может не использовать все сервисы, которые есть на этом сайте. Вот, вот технические проблемы не такого характера, и чаще на стороне пользователей. То есть именно здесь на самом компьютере что-то происходит, не так ли там, может, вирус или еще что-то? Ну, так же, как мы не можем иногда с вами открыть любой сайт. То есть не с вашей стороны вопрос? Абсолютно точно. На данный момент система работает настолько в штатном режиме, что каких-то технических вопросов вообще не наблюдается, то есть именно по работе сайта и приложения. Работу контактного центра отладили настолько, что период ожидания составляет 15 секунд. То есть это вообще на уровне погрешности 15 секунд ожидания. Это здравствуйте, мы вас приветствуем. И дальше уже живой человек говорит. Офисы работают. Мы выстроили работу офисов до 8 часов вечера ежедневно, без выходных. И они работают даже праздничные дни, потому что, ну, мы предполагаем, что... Большой наплыв у вас? Нет, мы просто максимально стараемся снять эмоциональный фон вот этим грамотным, качественным обслуживанием, чтобы люди могли даже там 1 января получить информацию. Ну, захочет в ИТАИС 1 января зарегистрироваться. Welcome. Приходили. Было и такое, да. Было такое, что 1 января кто-то... Было. Удивительно. По поводу нарушителей, опять же, есть, может быть, статистика, сколько у нас было зарегистрировано их. Ну, понятно, что проверяются, как вы рассказывали, стоят на отдельных частях трассы, и проверяются вот эта маршрутная карта и прочее. Нарушения часто ли выявляются? Понимаете, вот сказать, мы же не выявляем нарушения. Ну, может быть, есть у вас информация такая. Мы отправляем весь пул информации в ГИБДД. ГИБДД нам информацию, ну, к сожалению, а может быть, и не к сожалению, наоборот, не дает. Не возвращает. Да, кого, сколько и в какой конкретной области. Мы знаем, что они работают в этом направлении. Мы знаем, что скоро, наверное, все свершится, все все увидят. Если какие-то вопросы еще есть у дальнобойщиков, куда можно обращаться? Вот милицейская 49. Это наш офис Кирби, да. Да, какие-то контактные номера телефонов. На сайте контактный центр. 8 800 550 0202. Слушайте, Леонид, наш номер по-прежнему 211 101. Можете к нам звонить. Прямой эфир у нас, как всегда. 8 909 720 101. Это номер для ваших СМИ-сообщений. Надумайте писать вначале, обязательно подписывайтесь. Что касается нашего опроса, на сайте www.hakirova.ru введение платы за проезд по федеральным трассам для большегрузов, что действительно удивительно, как и наш сегодня слушатель высказался, 53% слушателей наши голосуют за ответ поддерживаю все остальное, на втором не поддерживаю, ну и совсем чуть-чуть мне все равно. Удивительная просто вот картина получается. Насколько разные результаты вконтакте и на сайте. Потому что вконтакте за вариант не поддерживаю более 70%. За вариант мне все равно 24% и вариант поддерживаю 5,5%. Да, слушатели, вы за кого голосуете, и заходите на сайт, и на страничку вконтакте, звоните к нам, но мы пока на рекламу быстро. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Продолжается программа «Дневной разворот в Кирове» Светлана Удильна и Александр Рассухин. Да, и у нас в гостях все так же руководитель Приволжского филиала компании «РТ-Инвест» транспортной системы Наталья Соболева и коммерческий директор Приволжского филиала компании Анна Цыплова. И мы обсуждаем результаты предварительные за первые несколько месяцев работы системы Платон. И есть уже ряд изменений. С 1 марта все-таки не вводится повышенный тариф. Через 9 месяцев власти будут обсуждать. Необходимо увеличивать продление этого льготного периода, либо все-таки повышать до 3 рублей 6 копеек, или, не дай бог, для дальнобойщиков 3 рубля 73 копейки. Ну, а пока что изменения коснутся и 15 апреля. Уже новые какие-то изменения. Я предлагаю рассказать нашим гостям, что грядет. Да, 15 апреля грядет основное изменение, которое было долго обсуждаемо, достаточно серьезно было для реализации. Вот, наконец-то, мы подошли к технической реализации, и, в принципе, были внесены все изменения в нормативную документацию, именно то, о чем говорили. То есть отсрочка. Отсрочка платежа. Не принцип «сначала платим, потом едем», а принцип «едем, потом платим». Для кого будет это доступно? Доступно это будет при выполнении трех условий. Первое. Пользователь должен обязательно быть зарегистрирован не менее двух месяцев, более, то есть двух месяцев в самой системе. И ее использовать. Второе. У пользователя не должно быть штрафов и задолженности по оплате данной системы, пользования данной системы. То есть он уже должен попользоваться какое-то время? Да, да, да. И третье. У пользователя должно быть бортовое устройство. Только этот случай. Да. Только этот случай. Штрафы, они за что вообще могут быть? За неуплату, либо еще по каким-то... Нет, мы говорим, что задолженность за пользование, то есть пользовался, не платил, ушел в минус. И второе, ну, штрафы те, о которых мы говорили, за нарушение. То есть пользовался дорогами, не платил, ГИБДД штраф выставила. Не оплачено. Пугали в ноябре большими штрафами, буквально громадными. Сейчас речь шла там 5 тысяч, да? Да, 5 и 10, да. 5 и 10. Это главные изменения, либо еще какие-то? Что вот могут воспользоваться? Рабочие уже, потом уже идут непосредственно рабочие изменения. Это изменение небольшое касаемо маршрутных карт. Перед запуском системы мы специально разработали разовую маршрутную карту. То есть не успел зарегистрироваться, не смог зарегистрироваться. Просто заходили на сайт и покупали маршрутную карту без регистрации. То есть не обязательно была регистрация. Вот она будет отменена. Также будет снижен срок пользования маршрутной карты. Статистика показала, что максимум, на самом деле, пользователям нужно 7 дней. Это тот реальный максимум, который в маршрутной карте используется. Сейчас он составляет 30 дней. Срок действия маршрутной карты. Вот из 30 дней до 7 дней его снизят. То есть, опять же, для уточнения, маршрутные карты, они остаются сами по себе? Да, да. Но будут доступны только зарегистрированным пользователям в системе. И будут со сроком действия 7 дней. Предоплата, ой, постоплата, точнее, каким образом это все будет происходить? Бортовое устройство будет в любом случае считывать, сколько километров вы прошли. Показывать вам тот минус, который у вас накопился. И вы должны будете просто его потом оплатить по получению денежных средств от покупателей. Средний, примерно, можно сказать, средний чек, который дальнобойщик платит. Слушайте, ну, давайте приведем на примере Кировскую область. Давайте. В основном же Киров, Москва, основное направление. Москва, Киров. 1600. 1600 выходит оплата за проезд по федеральным трассам. Да, от начальной точки до конечной. Если где-то посередине, ну, соответственно, 800. Если нижний, и того меньше. Ну, вот слушатель у нас был и сказал, что никак не повлияло введение. Но все-таки мы вот сейчас видим 1600. Раньше человек не платил эти 1600, а сейчас платит. И вот 22 февраля была новость. В компании «Данон» предупреждают о росте цен на молоко на несколько процентов. Как рассказал глава российского филиала французской компании Бернард Дюкро, стоимость грузоперевозок на южном направлении заведения системы «Платон» выросла на 80 или 100 процентов. На других маршрутах цена на доставку также выросла по меньшей мере на четверть. Есть ли у вас, может быть, какая-то информация по поводу роста? Я, конечно, с представителем компании «Данон», какая у него там математика и что он конкретно нажал. И на что, как он получил вот эти проценты, спорить не буду. Для этого надо посмотреть его цифры. Я могу привести свои цифры, которые мы можем сейчас с вами просто разложить для понимания. И посмотрим. Ну вот, давайте Киров-Москва. Мы специально просто подготовились, раз уж эта тема ближе. Итак, строительный материал, допустим, везет пилолес, предположим. Стоимость самого, если он едет без перегруза, что, к сожалению, встречается крайне редко, стоимость такого груза, примерно мы посчитали по вашим ценам, которые взяли на сайте, средняя рыночная стоимость там обрезной доски, а стоимость этого груза 102 тысячи. Берет за проезд, это тоже с ваших логистических компаний, которые мы здесь получили, цена образования, порядка 26 тысяч за проезд. Ну, соответственно, 1600 от этих двух сумм заставляет 1,2%. Ну, 50%, ну, совсем никак. Но это вот, понимаете, это из разряда нечестной конкуренции. То есть, ну, я бы, наверное, предложила тем людям, которые хотят перевезти свой груз, наверное, поменять груз перевозчика, потому что это чистой воды манипуляция. Ну, важно отметить, можно, да, что местные продукты в регионах, в общем-то, не возят в большинстве случаев 12 тониками. При этом у нас только 5% федеральных дорог в России. Также важно отметить, что 8,5% доли продовольственных товаров среди грузов, перевозимых на 12 тониках. То есть, если все эти цифры сложить, то мы получаем, что наценка на продовольственные товары, то есть первой необходимости, получается максимально 1%, до 1%. Если помидоры посчитать, которые 50 рублей за килограмм стоят, то это будет 0,2%. То есть килограмм помидор повысится в цене на 0,2%. То есть в любых других случаях вся эта наценка, она надумана, получается, или что? Да, да. Это еще один предлог просто для некоторых грузоперевозчиков. Это был как хороший предлог, причем не факт, что эти грузоперевозчики зарегистрированные по факту платили. Они просто могли поднять цену, аргументируя, что вот введена оплата. Ну, вот, конечно, интересно бы услышать цифры от ГИБДД, сколько у нас нарушителей. Если правильно я понимаю, 65% дальнобойщиков примерно зарегистрировано. А из крупных компаний 95%, если говорить по компаниям. Какие изменения еще за все эти три месяца произошли со стороны государства? Во-первых, изначально кардинально пересмотрен штраф. Это было, наверное, самое существенное, самое значимое. Какие цифры там были? Страф был, на самом деле, ужасные цифры звучали. 450-миллион, если мы говорим с владельцев, с юридических лиц. С мелких, с ИП и физических лиц там, конечно, были цифры меньше, но они тоже были существенные. И вот с них, да, с 450 тысяч до 5000, ну, это колоссальная работа правительства. И они успели это сделать как раз до введения функциональной платы. То есть это хорошо. Спасибо. Но вот главная, опять же, просьба дальнобойщиков была. Они были согласны на введение этой системы, на то, чтобы платить за проезд по федеральным трассам. Но в случае отмены транспортного налога. Вот об этом как раз слушатель у нас говорил. Может быть, вам что-то известно? Транспортный налог сейчас, я знаю, что рассматривается в правительстве, что зарегистрированным пользователем системе Платон будет производиться налоговый вычет в размере транспортного налога. Это когда известно, может быть, обсуждение? Ну, как правительство, это рабочий проект. Это, я так понимаю, все-таки достаточно не такой, не быстрый и непростой момент. Поэтому я думаю, к моменту уплаты транспортного налога, наверное, уже что-то будет. Мы же не платим его в январе, мы платим уже практически в конце года, в сентябре-октябре. Ну, вот, насколько я знаю, до 1 апреля дано задание проработать этот вопрос. А что, вот, интересный вопрос, по федеральным трассам ввели плату. В связи с этим не увеличился ли трафик проезда по остальным дорогам, по нефедеральным? Ну, мы не можем прокомментировать, так как мы не занимаемся мониторингом региональных дорог. Это, наверное, больше к администрациям областей и к их мониторингу их регионального дорожного фонда. Ну, вот, не знаю, может быть, тоже вопрос не совсем вашей компетенции. Интересно еще, как себя ведут иностранные перевозчики. Иностранные перевозчики платят. И они как-то регистрируются? Нет. И регистрируются, и даже встают в очередь за бортовыми устройствами. То есть все по закону делают? Да, да. Они как раз оказались самые ответственные, причем с самого первого дня. Они вот и чехи, и поляки, и литовцы, и звонили все, и таджики. Немцы, белорусы. С чем связываете это? А потому что эта система, у них там работает уже не первый десяток лет. И они привыкли к такой работе. Для них это нормально, совершенно более того. Для них вот эти цены, которые у нас, они им кажутся просто даже смешными. Потому что на самом деле у нас самая низкая ставка в мире за оплату километров. Понятно, деньги собираются, а что с этими деньгами-то будет? У нас же известно. Вот, кстати, первое, основное заблуждение, и первое то, что используют все, кто хочет на этом вопросе получить какой-то себе дополнительный вес и имя, а используют вот это, что деньги неизвестно куда и неизвестно как. Рассказываю. Рассказываем всем. Деньги ежедневно перечисляются в Федеральный дорожный фонд. В стопроцентном размере себе компания РТ-Инвест не оставляет ни рубля. Но в конечном итоге какая-то сумма из дорожного фонда, она направляется в компанию? В конечном итоге, при выполнении всех условий нашего договора, при отсутствии там, они, ну да, при выполнении всех условий нам перечисляется плата, которая тоже, есть еще одно заблуждение, что компания получает процент от набранной суммы, либо процент от штрафов. Нет, плата за содержание системы зафиксирована в постановлении Российской Федерации. Все. Ни рубля больше, ни рубля меньше. Какая именно? 10,6. 10,6 миллиардов. В год на содержание 138 офисов, на содержание 100 автомобилей СМК, на содержание и строительство 480 рамок стационарного контроля и полностью содержание всей инфраструктуры. Это немного. Что с этими деньгами? То есть, когда уже будет какой-то эффект? Понятно, деньги собираются? Эффект, мы сейчас, да, мы буквально обсуждали сейчас этот эффект. Эффект следующий. Каждое, каким образом и Федеральный дорожный фонд, и Росавтодор рассказывают о том, как они будут эти деньги распределять по стране. То есть, кому-то просто перечислять вот в такой-то области там 1 миллион, в такой-то области 2 миллиона не будет. Все эти деньги будут раздаваться под определенные проекты. В нашем привозком федеральном округе уже 4 города заявило проекты. Это Ижевск, Самара, Оренбург и Казань. Они заявили проекты на, ну вот, как пример, Ижевск на строительство объездной дороги для большегрузов в восточной стороне Ижевска. Это Самара на реконструкцию моста, Казань на тоже дополнительный проезд для большегрузов. То есть, это все региональные проекты, которые защищаются, и им на это перечисляются деньги. Ну, раньше, несколько месяцев буквально назад, шла речь о том, что и Киров получит якобы деньги как раз-таки на объездную дорогу и вот Южный обход. Как только, ну, я не могу прокомментировать, я просто не знаю, подало ли правительство Кировской области данный проект, если подало туда. Ну, то есть, у вас информации такой нет? Ну, да, нет, мы уже по факту, те, которые защищены, мы их предоставить можем, потому что нам самим, на самом деле, интересно, те деньги, которые мы зарабатываем, вернее, зарабатываем не мы, которые мы помогаем правительству получать, куда они переходят, на какие проекты. У нас такая статистика есть. Проект городу очень важен, это всем понятно, и в том числе и дальнобойщикам так же удобно будет проезжать, объезжать город, а не проезжать по производственной Луганской. Ну, что касается еще сайта, мы с вами говорили про удобство, да, какие-то льготы или что-то для тех, кто все-таки зарегистрировался. Ну, что касается удобства работы на сайте, то это онлайн получение информации о пробеге, о списаниях, о начислениях, оформление за полторы минуты максимум маршрутных карт, плюс мобильное приложение. Важно отметить, что есть еще партнеры в части терминальной сети, у оператора это Киви, это полторы тысячи терминалов по России, если говорить о том, что сегодня и сейчас в любую минуту любой пользователь может воспользоваться нашим сервисом. Что касается еще существенных доработок на сайте, то были произведены доработки в части личного кабинета выписок. На сегодняшний момент и финансисты, и логистические структуры любой компании могут оформить для себя, выгрузить выписку с подробным перечнем данных. То есть это как раз то, что по запросам пользователя отрабатывал оператор и внедрил буквально в текущем месяце. Я, наверное, еще добавлю так кратко, что я очень рекомендую все-таки пользователям пройти регистрацию, так как с 15 апреля, еще раз, маршрутные карты разовые купить без регистрации будет невозможно. Чтобы не повторять историю ноябрьскую очередей в офисе, лучше зарегистрироваться уже сейчас. А тем более, что если предприниматель или владелец транспортных средств хочет получить предоплату. Офис, офис милицейская 49 и номер телефона. Который уже озвучил сегодня. 8 800 550 0202. Ну что, я предлагаю подвести итоги опроса, который на нашем сайте. Хакирова.ру и в группе ВКонтакте. Смотрю я сейчас ВКонтакте. Введение платы за проезд по федеральным трассам для большегрузов. Ситуация не изменилась. Более 71, теперь процента за вариант не поддерживаю. Мне все равно 23,7% и поддерживают 5,3%. У нас на сайте 45% поддерживают, 40% не поддерживают и 15% все равно. Ну что, спасибо большое, что пришли. У нас в гостях были Наталья Соболева, руководитель Приволжского филиала компании «РТ Инвест Транспортной Системы» и коммерческий директор Приволжского филиала компании Анна Цыплова. Сейчас новости, тематические программы. Мы с Александром в начале следующего часа вновь появимся на волне 101.0 FM с другой темой. Редактор субтитров А.Семкин